В каждой третьей казахстанской семье есть свой тиран и свои жертвы. А с карантином ситуация стала еще хуже. Казахстанские общественники бьют тревогу и просят депутатов внести в Уголовный кодекс статью о бытовом насилии. Нередко конфликты приводят к трагедии. Специалисты говорят, ежегодно в Казахстане 400 женщин становятся жертвами домашнего насилия. Этого можно избежать, если виновных станут привлекать к общественным работам. Еще сотрудники Союза кризисных центров уверены, агрессоров необходимо отправлять на курсы управления гневом. Предложение озвучили на международной акции «16 дней активности против гендерного насилия». Их выслушала Ирина Крештоп. Алия Джангужина несколько лет прожила с мужем-агрессором. Нередко скандалы заканчивались побоями. Сначала он распускал руки, когда был пьяным, а потом стал уже и на трезвую голову. У него не находилось когда уже словесных аргументов, допустим, или еще что-то, допустим, как-то злость. И он меня просто схватил и вытащил в окно. Ну, я прямо уже увидела асфальт. Я тогда вообще ничего не успела понять. Она обратилась в полицию, прошел административный суд. Женщина простила обидчика. Наказанием для мужчины стал поход к участковому на воспитательную беседу. А после супруги снова сошлись. Он обещал исправиться и действительно стал любящим и заботливым мужем. Вот только ненадолго. Критическая точка у нас наступила летом. В тот день он был выпивший. И он хотел ехать в город за рулем. Я, естественно, этому начала препятствовать. Я спрятала ключи. Он меня на кухне начал толкать, швырять, отдай ключи. Он меня зажал туда и наносил мне удары по лицу. Защититься Алия пыталась скалкой, но супруг выхватил ее из рук и пытался ударить женщину. Я не знаю, как это произошло. Но я была зажата в углу. Он мне наносил удар и замахивался скалкой. Я вот как-то автоматически рукой что-то стала искать, чтобы защититься. У меня в руке оказался нож. Она нанесла удар и вызвала скорую. В центральной районной больнице Толгарского района сообщили, рана не смертельная. И отпустили домой. Но на следующий день снова госпитализация. Но уже в четвертую городскую Валматы. И здесь медики заверили, что жизни ничего не угрожает. Через несколько часов мужчина скончался. Сейчас ведется следствие. Алия находится под подпиской о невыезде. Общественники говорят, трагедии можно было избежать, если наказание для домашних тиранов было бы жестче. Зульфия Байсакова почти 20 лет помогает женщинам, которые оказались жертвами в собственной семье. На мой взгляд, то, что сегодня есть, это неадекватное наказание. Извините, он у тебя постоянно и над тобой измывается. В общем-то, мало того, что влияет физически, он еще и психологически подавляет, экономически контролирует. И все это в совокупности приводит к тому, что этому человеку, этому агрессору дают только предупреждение. Еще тирану грозит штраф. А в крайнем случае 15 суток в изоляторе. Но легкое наказание приводит к тяжелым последствиям. 400 женщин в Казахстане ежегодно погибают в домашних драках. Нужны срочные изменения в законе, уверены общественники. В уголовном кодексе должна быть отдельная статья «Насилие в семье». И там, в зависимости от степени нанесения телесных повреждений, должны быть разные формы наказания. При этом необходимо обязательно ввести прохождение обязательных курсов психологических, психосоциальных, по изменению поведения у агрессоров. И при этом обязательно общественные работы. Казахстанки стали чаще жаловаться на бытовое насилие. Об этом рассказали на международной акции «16 дней активности против гендерного насилия». За время пандемии количество конфликтов в семье выросло на 40%. В Союзе кризисных центров говорят, сегодня жертвы находят убежище в социальных приютах. Сейчас там остаётся около 7 тысяч женщин. И каждая из них ждёт изменений в законе. А ещё нуждается в юридической помощи и общественной поддержке.